Субтитры сделал DimaTorzok 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 Соломон, прикончи его. Нас тем временем кто-то спасает. Ты кто такой? Наш друг? Зверь. План не сработал? Почему? Ты ведь пришел и надрал им зад. Значит, все получилось. Ты уверен, что тебе нужно убивать представителей БО? Справлюсь как-нибудь, друзья. Пока на самом деле нифига вообще не понимаю. У нас эпилог, то есть события, как бы предшествующие главным событиям модификации. Я на самом деле пока ничего не понимаю. Мы просто смотрим первые, так сказать, минуты игры. Но мне все нравится, хоть я и ничего не понимаю. Справлюсь как-нибудь. Я помогу. Так, надежнее. Тогда вперед. Представители БО. Мы опять еще кого-то должны убить. Ликвидирует сталкеров. Ух ты ж. Сколько у нас здесь. Что-то они тут мутят. Посмотрите. Ух ты, у нас по нам уже попали. Так, еще один готов. Где еще у нас? Ничего себе. Мы с тобой сработались. Все. Я не понял, это баг что ли такой? Почему у нас... Что мы теперь должны сделать? А вот здесь шиш. Последнего добить. Хорошо. Да. Вот такое у меня будущее. Ладно. Давайте-ка я расскажу всю историю с самого начала. Я был обычным наемником. Не лидером, а просто отмычкой-шестеркой. Но со временем мнение обо мне изменится. Загружаемся куда-то. Я думаю на следующей лодке продолжаются модификации. Какой-то интерес этому моду. Мертолёт. Пролог. Наше время. Ага, и бенуха, это конец, я думаю. То есть, конец всех событий. Внимание, возвращаемся на передовой пункт. За топливом и боеприпасами. Удачи, парни. Тарый желез, кстати. Да, твою мать! Командир, они вытянут! Тот! Тот! Мертолёт повернёт! Терпим движение! Терпим движение! Музыка из метро. Внимание, у нас ранены. Посмотрите. Ну и какого хрена скулить, а? Ну зацепил. Починю я тебя, починю. 26 часов спустя. Пришёл в себя? Вот и отлично. Вставай. Ох и влепались мы, однако. Главное, что выжили, так что нормально. Катсцена здесь, конечно, интересная. Таких катсцен будет очень-очень много. Выход есть всегда, поговорить с Соломоном. Понятно. Очнулся? Молодчина. Крепкий малый. Где патрон? Не знаю. Возле обломков вертолёта был только труп одного из пилотов. Тебя мы нашли возле этой реки. Повезло тебе. Если бы ты прямо в неё угодил, от тебя бы уже ничего не осталось. Долбаные аномалии, на земле от них отбоя нет, так и нищие в воздухе плодятся. Второго пилота вы не нашли? Мы прочесали всю округу вдоль забора, а наших жморов найдено не было. Надеюсь, патрон жив. Мы обязательно найдём его. Как ты думаешь, что произошло во время высадки? Выброс вроде, но я не уверен. Чёрт с чем не шутит. Во время падения очень сильно гудела голова. Ясно. Так, ну ладно. Проверяем стволы и продолжаем путь. Будем углубляться в чёртов туннель. Судя по картам, на территориях Рыжего леса имеется множество подземных коммуникаций. Д6, ППП1. Даже часть подземелья Агропрома здесь проходит. Любопытно. Но нам лучше всего пробиваться через... Так, так. Возможно, через Д6. Думаю, мы сможем пройти к центру через эти подземелья. Ладно. Для общего развития предупреждаю. Если кто в задницу этого мира влетит по глупости, на себе тащить не будут. Фу. Все готовы. Двинули. Не отрываться. Глава первая. Выход есть всегда. Место событий. Рыжи лес. Основное задание. Пробиться к центру зоны. Да. О, кстати. Давайте обыщем. Так. Ну, что-то ничего интересного. Кстати, аномалии... На... Графика здесь, конечно же. Вы можете заметить. Посмотреть. Давайте просто проглядимся. Нас все равно подождут. Мы все-таки изучаем эту модификацию. Смотрим, что здесь имеется интересного. На эти прекрасные... Что? Не надо, пожалуйста, так делать. На эти прекрасные шейдеры. Экстурки. На это просто... Так. Нельзя это ничего взять. Черный ящик. Закрыт на дистанционный пароль. КПК. Так. Кстати говоря, у нас есть фляга. Ну, вообще наше снаряжение достаточно... Убогое. Но... Но хоть что-то есть. Ух ты. Патроны. Интересно. Вот поэтому я сюда и пришел. И здесь у нас еще кое-что есть. Спасибо за хабар. Разработчикам. Дистанционный пароль. Ну, ладно. Так, давайте, кстати, покушаем. Вот. Таким вот нехитрым способом. Давайте еще поисследуем. Посмотрим, что здесь интересного имеется. Ух ты. Нифига себе. Красивая модификация. Нечего сказать. ППС проседает иногда. Не знать не ее. Сами комбинезон наемник. Да, от радиации. Ну, конечно. Беговенько защитит, если что так. Ух ты. Интересно, интересно. Пить захотели. Сейчас, в чем от радиации можно использовать. Как обычно делают все сталкеры. Ну, и теперь, друзья, можно отправляться чуть-чуть дальше. Нас подождали. Осмотреть туннель. Кого зацепят на себе, тащить не будут. Ясно? Осмотреть туннель. Нифига себе у нас здесь что это. Нужно осмотреть туннель и найти проход ведущих в подземелье. Ясно. Понятно. Можно поговорить с вами? Жентельмены. Это Мерлан. Кстати, все еще хотим бить. А где мы можем? Пополнить. Так. С тобой нельзя поговорить. Так. И ни с кем поговорить нельзя. Я просто, друзья, исследую все, что здесь вообще может иметься. Ну, они, походу, у нас продолжают ждать. Давайте посмотрим. Ух ты. Спасибо за хабар, парень. Так. Это нам все пригодится. Немного патронов у нас есть для дробовика. И, кстати говоря, пистолет, который будет получше, чем то, что у нас имеется. Так. Так. Как удивительно, сюда вода не протекает. Так. Еще хлебушек. Еще одна аптечка. Отлично. Открываемся дальше. Что ты? Это не обновлено. Хорошо. Ух ты. Инструкция двигателя ТСКТ-2. В данной документации есть схема использования двигателя, позволяющая открывать гермодвери. Дверь ТСКТ-2 была создана в 1973 году. Так. В документах есть кое-что интересное. Пригодится. Ничего себе. Вот это, кстати, была интересная концентра сушения. Ух тыж. Вот это нам действительно пригодится. Вот это пригодится. Вот так вот. Действительно пригодится. Так. Что у нас здесь имеется? Конечно, здесь имеется радиация. Нам нужно включить электричество. Электричество. Ух ты. Подтечка. Я ее даже не заметил. Давайте сохранимся. Электричество, насколько я понимаю, у нас врубается вот здесь вот. Давайте глянем. Может быть, здесь что-нибудь еще есть интересное. Ух ты. Слушайте, ну бог. И в нем что-то, что-то интересное есть. Кстати, не заметил сначала. Так, давайте почитаем. Мы нашли с вами некую флешку. Флешку с меткой ученых. И КПК с меткой ученых. Нашел одну интересную запись. Образы этих артефактов нужны в любом случае. Синий, красный и зеленый. Если мы сможем найти все, откроется проход в логово артефакта. А пятое. Главное найти эти три зародыша. Интересная запись. Но пока совершенно непонятно. Так. Электричество. Пытаться открыть дверь. Тут у нас, кстати говоря, медик. Пока нельзя с тобой разговаривать. Так. Перед тем, как мы откроем дверь. Нужно... Ага. Не эту дверь, я понял. Я-то все сюда лезу. Вот это вот нам нужно попытаться открыть. Ага. Выход всегда есть. И... Нас телепортнуло обратно. Понятненько. Понятно, что мы здесь так легко пробраться не сможем. Так, Соломон. Обрисую тебя ситуацию. Сейчас нет. Майрон, вот ты Соломон. Туннель завален. Дальше нам не пройти. На месте аварийной двери аномалете репорт. Попытался нейтрализовать, но нет. Не подпускает. Повезло еще, что недалеко отбрасывает. Твою ж мать. Мне кажется, или нас в натуре подставили. Причем опять. Но повода вроде нет. Может у штаба старая информация, и они совершенно не в курсе здешних событий. Или тут что-то произошло, причем совсем недавно. Два варианта ответа, я не знаю. Могли и подставить. Может у них были планы на нас. Если бы так оно и было, нас бы прямо на кордоне и повязали. Нет, не в этом дело. Я думаю, что у них просто старые данные. Об этом потом. Нужно придумать, как отключить эту хрень в центре двери. Есть идеи. Может это не единственный способ попасть в подземелье? Не знаю. Сейчас на карту еще раз взгляну. Может соображу чего. Погоди. Запах. Гвирью сильно запахло. Что за? Опусти оружие. Эй. Нам нужно кого-то убить будет. Так, давайте попробуем еще раз. Что делать? Когда что умрешь сейчас? Почему? Почему я вот умирал? Я не понимаю вообще. Как его убить? Это тоже загадка. Она неспростая. Все, мы это сделали. Убили этого контролера. Незваный гость. Что теперь? Где мы? Поговорить с Соломоном. Необходимо выполнить миссию, за которую вы получите очень большие деньги. Что себе. Где мы вообще? Что это за грибы? Что здесь творится? Ладно, друзья. Думаю, мы об этом узнаем уже, собственно, в прохождении. Пока и вообще ничего не понятно. Все довольно интригующе. Но сделано неплохо. Кому понравился данный первый взгляд, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Арзе. До встречи. Сталкеры. Субтитры сделал DimaTorzok